Здравствуйте! Тема урока строение и функции нефрона, ультрафильтрация, абсорбция, избирательная реабсорбция, состав мочи. Сегодня на уроке вы узнаете о строении и функциях нефрона. Научитесь описывать процессы фильтрации и образования мочи. Ключевые понятия урока нефрон, извитой каналец, капсула, плазма, реабсорбция, ультрафильтрация, образование первичной мочи, образование вторичной мочи. Часть обмена веществ, осуществляемая путем выведения из организма конечных и промежуточных продуктов метаболизма, чужеродных из личных веществ для обеспечения оптимального состава внутренней среды и нормальной жизнедеятельности, называется выделением. Группа органов, отвечающие за формирование, накопление и выделение мочи, составляют мочевыделительную систему человека. Это важная система, помогающая очистить организм от ненужных и вредных веществ. Кровь для очистки от продуктов распада проходит через естественный фильтр. Парные почки, находящиеся на уровне 12 грудного позвонка. Длина почки 10-12 сантиметров, ширина 4 сантиметра. Масса может колебаться от 120 до 200 граммов. Правая почка находится ниже левой. Спереди левой почки находится желудок и край поджелудочной железы. Сверху примыкает селезенка. Верхние концы каждой почки соприкасаются с железами внутренней секреции, над почечниками, которые выделяют гормоны. От почек отходят мочеточники, которые впадают в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря скопившаяся моча выводится наружу через мочеиспускательный канал. Структурно-функциональной единицей почек является нефрон. Стенки нефрона, образованные одним тонким слоем уникальных эпителиальных клеток, позволяют выполнять важную функцию – очистку крови. В каждой почке человека находится около 1 миллиона нефронов. Нефроны осуществляют образование первичной и вторичной мочи. Более подробно о строении нефрона узнаете из видеофрагмента. Нефрон состоит из почечного тельца, которое состоит из сосудистого клубочка, капсулы и системы канальцев. Клубочек представляет собой не что иное, как скопление капилляров, по которым протекает кровь. Афферентная артериола входит в клубочек и распадается на 50 капиллярных сосудов, которые, сливаясь, образуют эфферентную артериолу. Клубочек окружен двустенной капсулой Боумена. Капсула переходит в почечные канальцы. Другой конец почечного канальца соединяется с собирательным канальцем. Собирательные канальцы объединяются в более крупные трубочки и открываются в почечные чашечки. Артериолы, отходящие от клубочка, разветвляются на множество артериальных капилляров, которые пронизывают почечные канальцы. Тут артериальные капилляры переходят в венозные капиллярные сосуды. Они, в свою очередь, соединяясь, образуют вены. В образовании мочи участвуют все отделы нефрона. Почечная капсула, капиллярный клубочек, канальцы, собирательная трубка. Моча образуется в почках из крови, которой почки хорошо снабжаются. Образование мочи проходит в два этапа. Фильтрация или ультрафильтрация и реабсорбция или обратное всасывание. В клубочках происходит начальный этап мочеобразования ультрафильтрация. Это процесс попадания жидкой части крови, плазмы, внутрь капсулы нефрона из капилляров клубочка. За счет высокого давления крови в капиллярах клубочков вода и небольшие молекулы различных веществ, содержащиеся в плазме крови, поступают в щелевидное пространство капсулы, от которого отходит почечный каналец. Так образуется первичная моча, близкая по составу плазмы крови, отличающаяся от плазмы крови, отсутствием белков и содержащая мочевину, мочевую кислоту, аминокислоты, глюкозу, витамины. Абсорбция это накопление молекул какого-либо вещества на определенной границе. Абсорбция внутри нефрона это концентрация молекул, попавших в извитой каналец на его внутренней поверхности, прежде чем они вернутся в кровь. В извитых канальцах происходит обратное всасывание, реабсорбция в кровь первичной мочи и образование вторичной мочи. Прежде всего в кровь возвращаются вода и глюкозы. Предлагаю вашему вниманию видеофрагмент. Ценные компоненты плазмы крови, глюкоза, аминокислоты, определенные ионы, а также вода возвращаются назад в кровь в результате процесса, который называется реабсорбция. За сутки почечные канальцы реабсорбируют, повторно поглощают примерно 180 литров воды, 1200 грамм минеральных солей и 250 грамм глюкозы. Этот процесс происходит главным образом в проксимальных извитых канальцах. Часть избыточных и токсичных веществ, которые остаются в крови после прохождения через почечный клубочек, выделяются в дистальный извитой каналец. Таким образом ионы калия, стероидные гормоны и некоторые лекарственные препараты достигают мочи. Вновь всасываются в кровь вода, аминокислоты, углеводы, витамины и некоторые соли. Во вторичной моче увеличивается в несколько десятков раз по сравнению с первичной мочой содержание мочевины примерно в 65 раз и мочевой кислоты примерно в 12 раз. Увеличивается в 7 раз концентрация ионов калия. Количество натрия практически не изменяется. За сутки образуется около 150 литров первичной мочи и около полутора литров вторичной мочи, что составляет 1% объема первичной мочи. Следовательно, почкам необходимо возвращать в кровь от 140-80,5 до 168,5 литров жидкости в сутки. Это и есть процесс реабсорбции. Сравним первичную и вторичную мочу. В сутки образуются первичные мочи от 150 до 170 литров. Вторичные мочи от 1,2 литров до 1,5 литров. Образование первичной мочи происходит в капсулах нефрона. Образование вторичной мочи в канальцах нефрона. Образование первичной мочи – это фильтрация за счет разницы давлений в клубочке артериол и полости капсулы. Образование вторичной мочи – это реабсорбция, обратное всасывание по принципу диффузии и осмоса. В состав первичной мочи – вода, глюкоза, минеральные соли, витамины, гормоны, аминокислоты, мочевина. Не должно быть белка и клеток крови. В состав вторичной мочи – вода, мочевина, аммиак, глюкоза до 0,11%, мочевая кислота – избыток лекарств. Не должно быть белка, клеток крови, глюкозы – более 0,2%. Вторичная моча поступает из канальцев в почечную лоханку, а затем по мочеточникам стекает мочевой пузырь и по мочеиспускательному каналу выводится наружу. Мочеиспускание – это произвольный, контролируемый сознанием рефлекторный акт, запускаемый рецепторами натяжения стенки мочевого пузыря, посылающими головной мозг сигнал о наполнении мочевого пузыря. Причиной фильтрации и обратной фильтрации состоят в том, что без процесса фильтрации не образовалась бы первичная моча, и все шлаки, оставаясь в крови, стали бы причиной самоотравления организма. Без обратной фильтрации организм человека потерял бы столько жидкости и полезных веществ, глюкозы, ионов, витаминов, солей и других веществ, что погибло от обезвоживания. Переходим к практической части нашего урока. Задание первое. Установите соответствие между процессами и их определениями. Ответ. Ультрафильтрация – это процесс образования первичной мочи. Абсорбция – это концентрация молекул какого-то вещества на определенной границе. Реабсорбция – это процесс обратного всасывания. Задание второе. Выберите правильный ответ. Ответ. Первичная моча – это жидкость, образующаяся в почечных тельцах после отделения ультрафильтрации, растворенных в крови низкомолекулярных веществ от белков и форменных элементов. Задание третье. Рассмотрите строение нефрона. Какими номерами обозначены извитой каналец и почечная капсула? Ответ. Значит, извитой каналец обозначен под цифрой 2, почечная капсула – под цифрой 4. Подведем итог урока. Вы узнали, что структурной и функциональной единицей почек является нефрон. Образование мочи в нефроне происходит в два этапа – фильтрация или ультрафильтрация, и реабсорбция или обратное всасывание. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok